Всего около трех лет назад в Славянске-на-Кубани силами родителей, чьи дети имеют различные проблемы со здоровьем, связанные с расстройствами аутистического спектра, было создано общество «Росток надежды». Здесь мамы, папы и специалисты совместными усилиями помогают детям приспособиться к жизни в окружающем мире. На днях для общества произошло знаковое событие. Торжественно был дан старт строительству их будущего дома. Узнать, что у твоего малыша, который с рождения развивался так же, как и все его сверстники, начали проявляться синдромы заболеваний аутистического спектра «Удар» для родителей. Их охватывает ощущение беспомощности, страха и одиночества. В такой ситуации несколько лет назад оказалась Ирина Пушкарева, мама особенного ребенка. Но она не опустила руки, а все свои силы направила на то, чтобы помочь своему малышу, а вместе с ним и другим семьям, оказавшимся в подобной ситуации. Так, в Славянске-на-Кубане у десятков родителей появился первый «Росток надежды на нормальную жизнь своих детей». «Ростком надежды» назвали они и свой инклюзивный центр раннего развития, который благодаря чаяниям Ирины Пушкаревой и ее команды, а также поддержке краевой и районной власти, бизнес-сообщества и неравнодушных людей в 2016 году получил небольшое помещение для занятий. В 2017-м они переехали в более комфортные условия, но человеку свойственно хотеть большего. И мечты о своем большом центре, в котором можно было бы комфортно заниматься всем, постепенно становятся реальностью. Прохладным ноябрьским утром 2018 года во дворе между спортивными комплексами «Лидер» и «Триумф» неравнодушные к судьбе этого некоммерческого общества люди собрались для того, чтобы присутствовать на знаковом событии – закладке фундамента будущего инклюзивного центра раннего развития. Мечта наша трехлетняя. Сегодня мы закладываем первый камень нашего будущего центра для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мечты сбываются, я хочу сказать. Но надо к этому стремиться, идти и верить в добрых людей, которые вокруг нам помогают, откликаются. И администрация Славянского района, и администрация Краснодарского края, и много неравнодушных людей, которые нам помогают в этом добром деле. Это благое дело. Я очень надеюсь, что мы в 2019 году построим этот долгожданный центр. Это благое дело нашло отклик в душах многих людей, которые стали верными друзьями и помощниками общества. Мы сейчас с вами переживаем важнейший год, первый год, десятилетие детства, объявленного в нашей стране президентом нашего государства. И очень здорово, что не на словах, а на деле этот год реализуется в нашем дорогом, любимом Славянском районе. Потому что я, как уполномоченный, практически ежедневно сталкиваюсь с теми родителями, которые воспитывают детей, имеющих проблемы в состоянии здоровья. И мы прекрасно понимаем, что очень много сегодня делается государством для того, чтобы каждая такая семья не чувствовала себя один на один со своими проблемами. Но еще сделать предстоит очень и очень много. Не в каждом муниципальном образовании, к сожалению, есть реабилитационные центры для реабилитации детей с проблемами в состоянии здоровья. И я думаю, что вот то начинание, которое родилось в нашем Славянском районе, при поддержке инициативы активного родителя, прежде всего в лице Ирины Пушкаревой и тех, кто рядом с ней, именно родители стали инициаторами этого замечательного движения. И то, что они нашли такую горячую, такую действенную поддержку в лице главы нашего Славянского района, поддержку совета депутатов, поддержку на краевом уровне, это как раз подтверждает то, что нельзя решать социальные проблемы только в рамках одного какого-то ведомства. Это нереально. Только объединение усилий на всех уровнях, от местного до федерального, с общественностью, только вот так можно будет решить эти проблемы. В добрый путь. Земля для строительства центра была выделена в качестве частного государственного партнерства с администрацией Славянского района. Ведь его создание – социально значимое событие для всего муниципалитета, считают представители власти. Славянский район, вот он славен тем, что здесь много живут неравнодушных людей. Уверен, этот центр будет построен в ближайшее будущее, потому что есть поддержка и губернатора Краснодарского края, и всех органов власти. И я скажу, что и поддержат на все неравнодушные жители нашего города, района и близлежащих районов. Потому что этот центр, я уверен, что сюда будут обращаться и дети из других районов. Вот такого центра здесь, в нашей зоне, его нет. Председатель Славянского городского суда Сергей Завгородний отметил, что построить этот важный и нужный не только району, но и краю центр – задача вполне достижимая, если взяться за неё вместе. И, возможно, в дальнейшем это маленькое начинание превратится в центр всероссийского масштаба. Ведь количество подобных учреждений по всей России можно перечесть по пальцам. Мечты сбываются благодаря неравнодушным людям. Первый вклад в строительство – средства на закладку фундамента внесла депутат ЗСК, предприниматель Жанна Беловул. Благословляйся и освящается, да мне сия во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляйся и освящается, да мне сия во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. На торжественном мероприятии первые кирпичи в фундамент будущего здания заложили почётные гости. На этом месте должно вырасти двухэтажное здание общей площадью 480 квадратных метров с большими и удобными кабинетами логопеда, психолога, залом сенсорной интеграцией. В планах центра оказывать помощь не только детям и родителям Славянского района, но и всем соседям, которым она нужна. А ещё сделать его действительно инклюзивным и полезным как особенным, так и обычным детям. Самое ценное, что есть в жизни человека – это дети. Родители готовы пойти на всё для того, чтобы они были счастливы. Те усилия, которые сегодня десятки людей прикладывают к появлению в Славянске-на-Кубане Большого Центра, в скором времени оправдают себя. И росток надежды превратится в большое крепкое дерево, приносящее плоды в виде детского счастья и гармонии в семьях. Мария Климова, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова